Ну то есть для хомячка это очень большой тоннель Будет бегать по тоннелю с большой скоростью Тоннель полностью закрывается, как закрытая система Ну давай, давай, о, он кажется возвращается в комнату Посмотрите, что происходит, хе-хей Хомяк доволен, ой, как он блестеть начал Всем привет, я Эли Ди И сегодня я буду запускать своего хомячка Джерри В тоннель, который я сделала собственными руками Подписывайся на мой канал, а мы начинаем А вот и мой хомячок Джерри Он сейчас ждет в своем домике А пока давайте я вам покажу, как я сделала этот тоннель Итак, центр тоннеля представляет собой так называемую Я ее называю так, стартовая комната В которой находится беговое колесо для хомячка Вот оно, ему может хомячок бежать Также ванночка с песочком для шиншилл Который подходит в качестве песка для хомяков Чтобы он там мог купаться Очень приятный мелкий песок, просто невероятный Еще он как-то блестит Прям вообще просто супер вулканический песок По всей видимости И также в этой комнате есть два прохода Первый проход вот здесь Он ведет сразу вот в такую как бы горочку-тоннель Но тут небольшой угол наклона Поэтому хомячок не будет даже соскальзывать А вторая вот здесь То есть два выхода из комнаты в двух направлениях По которому хомяк может выйти вот так или так Вот по этим трубам И да, ребят, это все DIY То есть все сделано своими руками Из подручных материалов, которые найдутся в доме каждого из вас буквально Поэтому это так и интересно Стоило это всего ничего А по сути дела должно получиться весело и полезно для хомяка Смотрите, с чего это сделано Вот это коробочки от зубной пасты, ребята Вот это от тубы, от чипсов, от баночки с чипсами Я разрезала, вынула дно И она такая очень прочная Получился вот такой вот проход Вот опять коробочки из зубной пасты Почему я сделала эти отверстия? Ну, во-первых, для того, чтобы вы могли все видеть Как перемещается хомячок И в общем можно было наблюдать за ним А во-вторых, чтобы хомячок не заснул в одном из этих тоннелей Потому что если он будет закрытый Хомячок непременно там захочет поспать Вот, например, здесь угловые соединения Сделаны путем того, что я разрезала дырочки в углу То есть не здесь вот с краешку А непосредственно в боку этой коробочки самой Эта коробка из зубной пасты Вот зубная паста нарисована Вот эта упаковка из-под сока Есть просто широкие, как кирпичики А есть узенькие такие длинные упаковочки Вот такие отлично подойдут И вот опять здесь такой выход Смотрите, собственно говоря, как я разрезала Можете сами и увидеть И опять вот упаковочки пошли Таким образом периметр тоннеля полностью закрывается Как закрытая система И размер примерно метр на метр Я думаю, что это может быть чуть побольше квадратного метра Ну то есть для хомячка это очень большой тоннель Ну что, давайте я возьму хомячка из клетки Позовем его сюда И попробуем запустить его первый раз в этот тоннель И увидеть его реакцию Джелька, Джелька, выходи Я тебе приготовила сюрприз Тебе понравится мой сюрприз Садись на ручку Садись, не надо меня лизать Он нюхает меня, лижет О, это Элли Это же Элли, я ее узнаю Хорошо, пойдем Ребята, давайте его сначала посадим в ванну Ну и с этого начнется старт Что он сделает? Он сначала изучает, естественно, как и все зверьки Надо все обнюхать, понять, что к чему Попробовать на зубок даже может быть Так, он хочет выйти Давайте же посмотрим, сообразит ли он где вход в тоннель Или он пока исследует О, он уже пошел Не стоило долго ждать, правда, Джерри? Все, он, конечно же, пробует на вкус, на зуб Это нормально для грызунов Нормальная ситуация Видите, здесь крышечка Я ее забыла оторвать Просто вам хотела показать, какие отверстия я делала Так, он пошел дальше тем временем Интересно, интересно Что тут? Здесь, кажется, была еда раньше в этих коробочках Вот что он почувствовал Чипсы были Но я помыла все коробочки Ну, какие смогла помыть Чтобы они как бы не разбухли от воды Все, что смогла, все помыла Вот, он пошел дальше Здесь узенький проход, ребята Он пролез И он идет дальше Все изучает На самом деле, чем полезны такие лабиринты? Тем, что, как правило, хомячок сидит в маленькой клетке И все, как он может двигаться Это только беговое колесо А этот тоннель даст вам возможность Ну, выгуливать хомяка И он может так вот рисовать свою энергию Пошел пока по кругу О, интересно, он понимает, что это запнутый круг? Давай, Джеррика, здесь маленький узенький проход Пролезешь? Я хочу, чтобы он разогнался Прям, когда он все, я думаю, изучит и понюхает Он будет бегать по тоннелю с большой скоростью Потому что, ну, как бы привыкнет уже к запаху Ну, давай, давай О, он, кажется, возвращается в комнату Какие у него длинные усы, слушайте Они у него такого светлого оттенка, что их не видно Так, и вот он здесь зашел в центральную комнату Это центральная комната Там стоит его беговое колесо Второе беговое колесо Колесо, колесо, ванночка, ванночка, колесо Беги по колесу, Джеррика Зачем ты его нюхаешь? Ух ты, елки-палки, вы смотрите, что происходит Хе-хе Хомяк доволен Ой, как он блестеть начал Вы видели? Отписка, боже ты мой Ой, как забавно Вы посмотрите, какой он стал снежный Снежный хомяк, внимание Ну, хомяк, ну, хомяк Мне кажется, он сам в шоке от того, что искупался Просто У него это получилось непроизвольно И он ничего не понял Давай, сделай это, давай, Джерри Так, решил умыться Ну, правильно Весь в этом песке Песочек помогает им ухаживать за шерстью Поддерживать ее в хорошем, красивом состоянии Бороться с паразитами, если они есть И вот он пошел дальше Теперь надо немножко пробежаться Правда, Джерри? Развернулся Ничего себе Развернуться даже смог На самом деле он кажется только таким пухлячком У него просто очень так много кожи И шерсть пушистая А так он в таких узких проходах разворачивается Просто вообще Кстати, как вы уже могли заметить На заднем плане домик из туалетной бумаги А сегодня на моем лайф-канале вышел ролик Как я делаю гигантские сухарики Обязательно посмотрите Ссылка на мой лайф-канал в описании под этим видео Что касается этого тоннеля Я его еще буду обязательно модифицировать И покажу вам в будущем на моем канале Поэтому обязательно подписывайтесь И увидимся в новых роликах Весенчак!